Итак, сегодня мы рассмотрим... Дело в том, что по Майнкрафту видео не будет, потому что, собственно, мне нужно дорабатывать все видео, которые я собирался по Майнкрафту сделать, а времени на это нету. Так что будет завтра, наверное. Так вот, и так как у нас есть место для третьего видео сегодня, то я решил записать вот такое вот маленькое видео о третьей заповеди парадигмики. Как вы помните, третья заповедь парадигмики это не обмани и не будь обманут. Она одна из самых сложных и одна из самых таких вот многозначительных, всем приемлющих и, самое главное, содержательных. То есть сюда входит очень много всего. В этом весь прикол. То есть она, в нее входит, не обмани и не будь обманут. Что это значит? Не лги. Ложь это плохо и вредно, но можно недооценивать, преувеличивать и недоговаривать. То есть не лги, сюда не входит то, что ты, например, не выдал правду. Ну, в смысле, не выдал правду, я имею в виду, что можно что-то недоговорить, хотя ты мог сказать. То есть это сюда не входит ложь. Недоговаривание это не ложь. Опять же, все зависит от ситуации. То есть вы понимаете, что ради блага можно, например, не выдать кого-то и так далее. Так вот, это зорванистический путь парадигмики, и его нельзя запрещать. Тем более, что в этой же статье есть призыв к скептицизму. То есть мы не пытаемся сильно ограничить. То есть если ты такой любитель обманывает, то обманывай не лгя. То есть без прямой лжи. Обманывай как-нибудь там, не знаю, там, вот не договаривая, преувеличивая, преуменьшая или еще чего-нибудь делая. Но, тем не менее, прямая ложь это очень вредная штука. То есть это вредное знание. И как бы она запрещается другой заповедью парадигмики. Дальше. Второй аспект заповеди это «разоблачай ложь». То есть удивительно, что я не видел этой заповеди ни в одной религии. Вот никто не говорит, чтобы ты разоблачал ложь или не обманывался, не был обманутым и так далее. То есть все говорят, тебе не лгать. Но что, если тебе лгут, как бы, то ты не должен сомнению подвергать то, что тебе говорят. А вот здесь вот скептицизм входит в эту заповедь. «Разоблачай ложь». То есть удивительно, что я не видел этой заповеди ни в одной религии. Видимо, потому что, согласно ей, первое, чтобы разоблачили, это саму эту религию. Но парадигмика не ложь, и она не религия. Поэтому может позволить себе скептицизм. Да, парадигмика за скептицизм, потому что это не религия, а философия. Эта заповедь помогает людям везде. От защиты от лжи непоследователь парадигмики. То есть им же разрешено, может быть, лгать. Например, в исламе. В исламе всех, кто, короче, не соблюдает ислам, не исповедует его, считают, типа, что им можно лгать. И манипуляции зурванистов. Значит, от защиты от лжи непоследователей парадигмики и манипуляций зурванистов до поиска истины. То есть как бы то, что зурванисты могут вам недоговаривать и преувеличивать, и недооценивать, и так далее, это вы тоже можете разоблачать. Вы можете, короче, считать по-другому, естественно. То есть у нас нету какого-то принудиловки. И, собственно, не обманываться этим. До поиска истины. Ведь поиск менее относительно истины – это разоблачение лжи. Поиск истины – это, если что, то есть исследование. То есть это просвещение. Это прогресс. Это, собственно, наука. Наука – это поиск истины. По сути. Относительное. То есть, а поиск истины – это противоположно. То есть то же самое, что разоблачение лжи. То есть вы понимаете. До того, как мы нашли истину, следовательно, то представление, которое у нас было, это было ложь. Следовательно. Любой поиск истины – это разоблачение лжи. Следовательно, здесь у нас идет уже мотивация на совершенствование, на прогресс и так далее. Третье. Не обманывай себя. Это самая сложная часть заповеди. И, как бы, во-первых, не обманывай себя. Я уже говорил, что не обманывай себя – это заповедь, которая, в общем-то, говорит о том, что ты… Она, ну, то есть эта часть, ты одновременно получаешься и обманщик, и обманутый. И то есть ты нарушаешь эту заповедь два раза. Вы понимаете? То есть это самое ужасное. Поэтому нужно очень строго себя оценивать и стараться и не преуменьшать, и не преувеличивать. То есть держать свою самооценку на адекватном уровне. Я стараюсь это делать, хотя не всегда, наверное, получается. Потому что, опять же, как это проверить? Всех, кто мне очень сильно досаждает, я баню. Поэтому, собственно, тут, как бы, спорно. Я не считаю себя непогрешимым. Так вот, самая сложная часть заповеди. Самовнушение и самообман – это то, что мы постоянно делаем. И это бывает вредно, как нам самим, так и окружающим. Поэтому удержание самооценки на объективном уровне – одна из главных задач последователя парадигмики. То есть самовнушение и самообман – это то, что мы постоянно делаем. Во-первых, то есть каждый с этим встречается, потому что наш мозг так устроен. И это бывает вредно, как нам самим, так и окружающим. То есть нам самим, если мы, например, у нас низкая самооценка или слишком высокая. Если слишком высокая, то мы потерпим поражение и разочаруемся. Если же слишком низкая, то это будет мешать нам чего-либо достигать в жизни, как у меня. У меня, как это ни странно, довольно низкая самооценка. Особенно в некоторых местах, к сожалению. Но трудно ее подымать как-то, особенно когда мне всякие гадости пишут постоянно на ютубе. Но тем не менее. И не только на ютубе. Так вот, в чем прикол, что она мешает. Так же и окружающим. То есть окружающим тоже неприятно. Ну им вообще лучше забивать тебя, чтобы низкая самооценка была. Ну да ладно. Так что задача – держать ее в адекватном уровне. И последнее – не одурманивай себя. То есть это когда ты обманываешь не свой разум, когда не тебя, тебе не разум обманывают, а тебе обманывают чувства. То есть это зурванистический обман. То есть обманывают тебя не давая там, как бы это, ложную информацию какую-то там абстрактную. А просто вот ты, например, на наркоманился, и тебе там чертики видятся. Это не очень круто, потому что это тоже может вредить. Так вот, не одурманивай себя. Зурванистические практики подразумевают изменение сознания. То есть вот эти вот художники все, они могут как бы употреблять разные вещества, однако даже в таком случае следует избегать возникновения зависимости. То есть как бы вы можете изменять свое сознание, но делайте это без вреда для здоровья и без возникновения зависимости. И без необходимости не одурманивайте себя. То есть понимаете, одурманивание бывает разное. То есть есть именно осознанное, то есть когда ты осознаешь, что сейчас будет дурман, то это да. А другое дело, когда не ты управляешь этим процессом, не ты в лабораторных условиях принимаешь какой-то наркотик, чтобы исследовать его, например, а когда ты, короче, просто наркоман и все, то в таком случае, конечно же, это грех и так далее. И он входит в том, что ты обманываешь себя, то есть одурманиваешь. Один из видов самообмана. А на этом я, пожалуй, попрощаюсь. Собственно, как я и говорил, маленькое видео. Всем до свидания.